Ну вот, скажем, у нас считается, что профессора они могут уже чудить, если я приду, у меня будет на голове сковорода. Это было качественное изменение. Ну, все делают вид, что они сейчас по-разному ходят, никто ничего не обратит внимания. И вот если студент, то там скажут, что это за безобразие, а нашего брата вроде не трогают. Так что это не очень здорово. Так, это вот первое замечание насчет качественных изменений, что это как раз глубоких качественных изменений обычно и не бывает. Они все неглубокие, если они качественные только, а не сущностные. И вообще вот есть учение о бытии, а глубина – учение о сущности. Углубление – это в сущность идет, в сущность. А качество где? На поверхности, на бытии. Так что человек должен, видно, вот я смотрю, человек, это уже философия сейчас. Конфликтологи разбираются, что на поверхности лежит, а что в глубине. Вот вы сейчас даже можете злое лицо сделать, а по сущности вы добрые. Надо же смотреть, что по сущности, правильно? А злое лицо всякие может сделать. Так, общественное развитие внутри одной информации – это кумулятивная синусоида. С чего бы это? Кто доказал? Крунда какая-то. Почему оно синусоида именно? Нигде это не доказано. Подобные криволинейные движения обусловлены, во-первых, колебания в социальном становлении, между развитием. Если это социальное становление, в нем никаких колебаний нету, потому что он опять вместо… Либо мы занимаемся становлением, тогда это единство бытия и ничто, и там нет места для кривых, правильно? Там либо бытие, либо ничто. Либо побеждает бытие, либо побеждает ничто. А вот становление между развитием и деградацией, то есть у него в становлении есть и развитие, и деградация. Хотя деградация не противостоит становлению. Деградация – это регресс, реакция в самом развитии. Развитие. Поэтому, значит, это говорит о том, что товарищ Андрашов не понимает, что такое простое, а что такое сложное. И рассматривает в простом сложное, а надо в сложном видеть простое. Не получается. Которое представляет собой колебания между пиком и дном. Это еще и дно там есть. Пик, дно. О, хуже. Это называется механицизм такой. Механическое рассмотрение. Во-вторых, происходит систематическое накопление информационных, материальных и прочих ресурсов. Ну что такое систематическое накопление информационных, материальных и прочих ресурсов? Это значит, что вот у меня навалом книги все копятся, копятся, копятся. Я их не читаю. Это ресурсы. А просто они копятся. Уже пыли все покрылись информационные и материальные. Мебель покупаю, покупаю. Тряпки. Вот дети сейчас. Раньше играли с одной куклой. А сейчас 20 надо этих самых кукол купить. Если купите, меньше будет рёв. Почему? Потому что они уже и по телевизору показали, что это целая семья. Да, и эти будут скучать и плакать и так далее. Поэтому давайте накапливайте склады у этих детей из всяких ресурсов. Потом они уходят. Новых надо. Пеппи уже закончились. Давайте кошечек. И так далее. Пошли. Позволяющие не допускать прецедента, когда точка 2 на скопалка пиха. Социальное восстановление. У социального восстановления есть дно и пик. Ну это ерунда. Понятие становления это не содержится. Нового цикла. Ещё и цикл есть. Вот в развитии циклы есть. А насчёт пиков. Почему обязательно пики? По-разному идёт развитие. У вас всё время дно и пик. Колебания есть? У человека есть? У вас есть колебания дно и пик? Что это такое? Это утверждение можно проследить. Хотя какие-то моменты есть. Можно грубо сказать, что днём вы спите, днём вы работаете, ночью спите. А если я ночью бодрствую, а днём сплю? Сколько людей ночью работает, а днём спит? Во сколько встают водители трамвая? Скажите, пожалуйста. В часа. Во сколько? В часа в четыре утра. А? В часа в четыре утра. Это люди, которые не любят спать. А те, которые убирают в метро, миллионы где проходят, десятки миллионов, они тоже не любят спать. Ночью же убирают. Всё, и сейчас вот толпа будет утром в восемь часов. А так должно быть всё убрано. Так. Ниже значение дано в предыдущем цикле. А если ниже значение, то к нам же сказали, что будут качественные, а берут количественные. Обещание не выполняется. Это количественные. Итак, это утверждение можно проследить как во взаимосвязи экономического максимума предыдущей формации. А что такое экономический максимум промежущей формации? А нет его. По отношению к минимуму следующей. Почему к минимуму следующей? Формация, а это не государство. А вот минимум и максимум экономического развития, это в отдельных странах. А формация, это вот все страны перейдут в следующей формации и вот все, когда перейдут, и развитие следующей формации выше, чем в предыдущей. У отдельных стран может быть по-разному. Правда? Поэтому это значит страноведческий подход и формационный подход, это разные. Так и в отношении накопления информации в научно-культурной сфере. Накопление информации, это хорошо или плохо? Вот вы пришли в филармонию. И слушаете там, скажем, концерт в Вивальде. Это на информацию накопливается? Или вы проникаетесь красотой музыки и художественный образ на вас влияет непосредственно, а не через количество информации? Разве дело в количестве информации накопление? Вот, например, закон тяготения. Это всемирный закон. Ну какое тут накопление? Много раз всякие яблоки падали на разных людей, а открыл один человек. Информация очень простая. Он всемирный закон. Очень мало информации. Количество информации – это очень мало. Закон кулона знаете, нет? Не знаете? Что случилось? А вот вы не знаете, а мы песни пели. Это форма проявления. На Матмехе я учился. Сила по кулону кун на ку. Сила по кулону кун на ку. Сила по кулону кун на ку. Деленая на квадратер. Вот я запомнил. Ну информации мало, а песня хорошая. У нас еще и была песня про студента, который сдавал экзамен. Упал, сердце больше не билось. Последний кулпет был такой. Марксизм свое веское слово сказал. Материя не исчезает. Загнется студент на могиле его. Огромный лопух вырастает. Вот такая песня. Видите, какой хороший текст. А информации мало. Так. Что позволяет базировать более совершенные представления теории. Представление это же то, что видится вам. Но у меня представление такое. Вы смотрите на меня и думаете, черт я или не черт. Это представление. Ну представлять вы можете на экзамене там за дьявол, допустим, преподаватель. Зверь. Ну вроде если поставить хорошую оценку, добрые двери. Как можно представлять? Так. Положение. То есть какая-то вот, надо себя приучать к научной строгости. Думайте, какие. Не просто брать всякие слова набором. Как будто у меня там много-много в чемодане этих слов. Я их набросал, набросал, набросал. Получился ответ. Не получился такой хороший ответ строгий. Положение данных в предыдущем абзаце позволяет сделать вывод о том, что общество движется в своем развитии от себя к себе. Это и раньше было известно. Вообще развитие движения от себя к себе. Причем тут этого для общества. Если мы понятие развития, которое движение от себя к себе, правильно? Если вы развиваетесь, это же не ко мне двигаетесь. А вы же от себя менее ради, а к себе более ради этому. Это относится вообще к развитию. Надо общее применять к конкретному. А тут от конкретного делается вывод об общем. Ясно видна спиралевидная связь элементов в их становлении. Ну, спиралевидная связь элементов – это уж всем абракадабра. Если развитие такое спиралевидное с возвращением куда-то, ну, это не связь элементов спиралевидная. Данные у Гегеля. Нету такого у Гегеля связь элементов. Пойдите, найдите у элементов понятия элементов у Гегеля. Обыщитесь, не найдете их в трех томах. Потому что элементы – это отдельные кусочки. А у Гегеля все берется как неразрывные. Вот мы с вами, вот сейчас у нас занятия, мы с вами отдельные элементы или мы с вами одноцелые? Скажите, пожалуйста. Вот если я сейчас уйду, будет лекция у вас? Нет. А вы сейчас встанете и уйдете, будет лекция у меня? Нет. Так мы же с вами… Так это, а лекция что у нас? Какой категории выражается? Две не связь элементов – это граница. Граница. Лекция – это наша общая граница. Граница – одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечета. Вот мы сейчас только что выяснили, что лекция нас соединяет. Если лекция, то значит вы здесь и я здесь. Если кого-то не будет, лекции не будет. Но она и разделяет, вы слушаете, а я рассказываю. Поэтому лекции она и соединяет, и разделяет. Это граница. Поэтому надо не просто вот хватать всякие категории, которые есть там у Гея, у других философов их, туда-сюда. Надо, так сказать, с пониманием, с первой видной связью элементов. Это ерунда. Если проследить экономический капитализм, вобрал в себя многие черты феодального строя. Например, понятие земли как основного фактора производства. А что, при капитализме земли основной фактор производства? Нет. А вот товарищ говорит, что он выбрал понятие как основного. То, что он понятие земли использует, это ясно. Это первичный, допустим. А уже основным считать? Разве можно считать основным? Основные – это основные производственные фонды. Это капитал. А земля может быть бесплатной. То есть, допустим, может быть, хозяйственная, государственная земля. Ликвидация абсолютной ренты способствует развитию капитализма. Почему? Они надо платить собственникам земли. А рента – это экономическая форма реализации собственности на землю. Так. Дальше. Социальная иерархия. Ну, что он вобрал в социальную иерархию? Это пустое слово «иерархия». Ну, что-то. Одни выше, другие ниже. Разве в этом дело? Вместо эксплуататорского строя, где один глаз господствующий, а другой подчиненный, просто иерархия. Иерархия – это сокрытие действительных отношений, а вовсе не раскрытие. Товарно-денежные отношения. Вот передайте товарищу Кондрашову, если он где-нибудь в работах Маркса, Энгельса или Ленина найдет слово «товарно-денежные отношения», я даю ему 10 тысяч рублей. А он пусть подумает, сколько он мне отдаст, если он не найдет. Я с него не могу, я со студента потребую 10 тысяч, правильно? Вот пусть он после этого, пусть 3 копейки принесет, если не найдет. Но чтобы запомнил он, нет такого слова «товарно-денежные отношения» нигде у тех, кто занимался серьезными вопросами товарного хозяйства. Товарно-денежные отношения – это специфический социалистический термин, который означает, что это не товар. Что это непосредственно общественный продукт, выступающий во внешней такой форме, как товар. Как товар. А вот помните, как в стихах Асамата Величава выступает будто пава. Но она пава, но не пава она, царевна. Будто пава. И здесь будто товар. Да, как бы, разве человек, у нас рабочая сила, товар? Нет. А раз он не товар, то деньги, которые он получает, это деньги? Нет. А что это? Это рабочие квитанции. Эти деньги два раза к нему приходят и уходят в государство. То есть человек получил зарплату. И срекслив он обратно на продукцию. К нему пришли продукты. И деньги ушли от него. То есть деньги сделали круговое движение, то, что называется деньгами. Заселали круговое движение и ушли. А вытолкнули продукт. Какой? Предмет потребления. Предмет потребления не товары при социализме. Нет никакого тут обмена. Никто ни с кем не обменивается. Общество передало, распределило. Это называется распределение, а не обмен. Распределение по труду. Кто больше труится, тому больше дали продуктов. И все. Из общественных складов. Это при социализме так. А вот эти бумажки, которые у вас, они разве деньги? Вот это деньги. И начнем не с бумажек. О, вот это деньги. Нет, а что это? Ну, тут написано 10 рублей. Это не билет. Какой же билет? Вы что у вас, товарищи? Я думаю, самый зрячий тут и я. Никогда не думал, что философия делает человека всевидящим. Это монета. Из чего сделано? Вы историю денег знаете? Деньги это были товары. Самые легко принимаемые товары массовидные. Они назывались, они их все берут. Потому что я у вас возьму, а потом отдам ему. А у него заберут то, что он мне даст. То есть такие, такими массовидными были песцы. Потом, значит, мельничные жирова. А потом рубили от золота куски. Рубль это что такое? Этот кусочек, рубль это часть серебра. Кусок серебра. А это что? Вот у меня тут вот на этом самом, на кошельке есть магнит. Из чего сделано это вот, то, что вы называете деньги? Железо. Вот кто будет говорить, что у нас рубль деревянный, он очерняет нашу действительность. У нас рубль железный. А сверху покрыт медно-никелевым сплавом. Это что такое? Это то же самое, только уже не бумажное, а металлическое. Монета. А монета это не деньги. Монета существует для того, чтобы осуществлять только одну функцию. Купли-продажи. И все. Вот она эту функцию выполняет, а все другие функции не выполняются. Например, если вы будете эти монеты копить. Вот, допустим, скопили вы в советское время миллиард рублей. Потом раз, и контрреволюция. И все. А если это на самом деле богатые деньги, товары, так они никуда не денутся. Так, идем дальше. Спиралевидное развитие физики и химии можно проследить на развитие атомарной теории от Демокрита до Брауна. Да не только спиралевидное развитие физики. Насчет развития. Любое развитие, по-моему, спиралевидное. И об этом Гегель писал. Что тут делать, отдельные примеры. Так. Эта связь, которая называется тезис-антитезис в их единстве, снятии. Почему это единство, это снятие? Снятие это не тезис-антитезис. А снятие это что? Снятие это отрицание или утверждение? А? Отрицание. Отрицание с удержанием, а не удержание с отрицанием. Поэтому это определённое совершенно отрицание, которое позволяет перейти на качественно новую ступень развития. Ну какая качественно новая ступень, когда качество появляется, например, тогда, когда находит в наличном бытии, небытие называет его, ничто находит, называет небытием. И это вот небытие, есть определённость. Почему это качественно новая ступень развития? Почему не сказать новую ступень развития? Чем это лучше, чем качественно новую? Я надел новый галстук. Хорошо. А я тебе скажу, я надел качественно новый галстук. Что я хочу этим сказать? Не знаю. Ничего умного я тут не могу сказать. Хотите, я вам качественно новую лекцию прочитаю? Новую лекцию не буду читать. Качественно новую прочитаю. А что она у меня? А количественная, что ли, до этого была? Так. В данной системе общественного развития необходимо также указать, что и само становление претерпевает снятие. Посредством периода прогресса и реакции. Снятие непосредством периодов прогресса и реакции, а снятие посредством отрицания преодолевается. Ну, то есть человек не умеет пока применять философские категории к месту. Получается, что он набрал все терминов и как бы ими бричит. Нет, это не то, что нам надо. Лишь вследствие единства которых возможно глобального изменения текущего состояния. Это вообще не по-русски. Возможно глобальное изменение текущего состояния. Вы скажете, а что вы исправляете ошибки? У вас же есть философия, а не русский язык. А что мне делать? Ну, куда деваться от народа? Так, делая вывод на основе вышесказанного. Можно отметить, как это можно? Если вывод, так уж не просто отметить. Вывод, так вывод какой-то глубокий должен быть. А тут можно отметить. Есть неистинность положения в общественном развитии от себя к себе. Ну, это было и в начале, ясно. Что тут отмечать? Этого мы уже знаем. Прослеживается модель развития. Вот это да. Модель. Модель это что такое? Так, вы слышали, что есть модели, да? Что лучше, модель женщины или женщина? По-моему, женщина лучше, чем модель женщины. Вы хотите быть моделью женщины? И все будет такое же, и такое же. Ну, сколько их умерло уже, несчастных? Ну, как можно модель поставить выше? Модель развития. Ну, развитие же богатое понятие, правильно? А модель развития – это вот что-то такое с упущением ряда моментов. Правда? Если мы что-то моделируем, то мы делаем конечный какой-то образ чего-то бесконечного. Ну, любой человек бесконечен, правильно? Вот вы в своих, как человек, бесконечный. Да и я даже говорил, что и вечно, как общественный человек. Вот если хорошее что-то сделаете, вас всегда будут помнить человечество. Навсегда запомнить. А вот Кудряшов, если будет такое писать, это навсегда не запомнит. Это так у нас для подготовки к экзамену. Это вовсе не для того, чтобы вечно помнить, как я на него ругался. Совершенно это не требуется, это вечно помнить. Я точно так же его вечно буду хвалить, если оно хорошее сделаем. Делаем вывод так. Последствия модели развития от в себе бытия к вне себя бытию. К вне себя бытию, к в себе бытию. Ну вот тут и вообще, товарищ, накрути. К вне себя бытию и ни знаков, ничего. Это вообще обракадабра. Пишу обракадабра. Которая снята посредством устранения моментов тейс и антитейс. Устранили. Как вы можете устранить моменты? Моменты, если они есть. Вот у вас есть недостатки? Есть? К следующему занятию все устраните, пожалуйста. А у вас тоже есть недостатки? И вы устраните. А вы можете оставить. Они не портят вам лицо. Ну что это такое за применение такое-то? Я какой должен сделать вывод как преподаватель? Преподаватель должен ругать студентов или нет? Нет, не должен, ну что вы. Хороший выводитель. Это о чем говорит? Плохо я Алексию вам читал. Плохо. Это вот мне укор. А это ему укор. Так, следующий. Кто у нас тут? На кого напасть? Это я на сладкое оставляю. Так красиво все сделано. Думаю, там все лучше и лучше. Так, социальные революции. Шидловский. П. Литология, первый курс, 6 мая. Вот это правильно. Петр Штумко называет революцией пиком социальных изменений. Но это неправильно. Самый пик-то начинается после революции. Вот представьте себе, социалистическая революция. После нее гражданская война, разруха. А пик социальных изменений, положительных для народа, начался тогда, когда социализм построили. И когда он стал развиваться. Поэтому это неправильно. А Петр Штумко, привет ему. Нашли какую-то теоретику. От других форм социальных изменений революция отличается пяти у особенностей. Сейчас будем смотреть. Комплексность. Они захватывают все сферы и уровни общественной жизни. Сферы и уровни. Уровни, все уровни общественной жизни захватывают. А что они сейчас захватывают? Улучшают или ухудшают? Захватывают. Это как-то странно. Захватчики здесь. Так, радикальность. Вот я... Революционные изменения носят фундаментальный характер, пронизывают основу социального устройства. Вот я его не могу спросить. Кто Шедловский у нас? А вы что такое радикал знаете? Вот я подозреваю, что вы не знаете. Развеете мое подозрение? Ну если радикально... Ну человек пишет радикальность. Вот если я пишу радикальность, я знаю, что такое радикал. Вот она пишет радикальность, хоть у нее есть недостаток. Она не хочет его особенно раскрывать. И я не хочу. Потому что, может, его и нету. А у вас есть радикал. Как вы пишете радикальность, не знаю, что такое радикал. Кто может помочь товарищу? Ну, по-моему, это какая-то химическая группа, которая неустойчивая. Группа? Так. А вы не можете вам товарищу помочь? Радикал? Не можете. И вы не можете помочь товарищу? Товарищи нет. Остались только вы. Если вы не поможете, то я не знаю, что. Все от вас зависит. А радикал, что это такое? Значит, дорогие товарищи студенты, не используйте слова, смысл которых вы не знаете. То есть определение, если не можете дать, зачем его использовать? Потому что вот вроде такие злые люди, вроде меня, начнут спрашивать, и вы попадете в неудобное положение. А вы в школе учили математику? Никогда не изучали? Там не было радикала. Число под радикалом не помните, нет? Ну, корень квадратный вы изучали? Квадратный корень это... Корень, его подругое название, корень, радикал. Корень. Радикал это корень. В переводе на русский язык. Вон, можете написать. Уже набрали? Уже нашли? Корень? Ну, вот видите. Как я узнал это без компьютеров? Не знаю. А вы знаете, почему не знаете? Дескать, я им в компьютере посмотрю. И каждый раз не знаю. Ну, как-то надо такие... Если такие вещи глубокие... Самый корень, в самом корне радикальность. Революционные изменения относятся на ментальный характер. Пронизывают из основы социального устройства. Пронизывают. Пронизывают это как ветер. Знаете, был холодный пронизывающий ветер сейчас. Выйдите, солнышко светит, а ветер пронизывающий. Вот про... Если это революционные изменения, как они пронизывают, они загревают почему-то вашу душу. Вы что, контрреволюционер? Почему у вас революционные изменения пронизывают? Это какой-то сквозняк. Так. Пронизывает. Скорость. Революционные изменения происходят очень быстро. Ну, как сказать? Это вот политическая революция быстро, а социальная революция не быстро. Мы же самому революцию с эволюцией, в сравнении с эволюцией. А? Мы же самому революцию с эволюцией. Ну, как в административе время. Если мы самому революцию... Ну, вот революционные... После политической революции социальная революция совершается эволюционным путем. Но она все равно совершается. Потому что для того, что у вас, когда вы провели политическую революцию, у вас в экономике господство буржуазия. И частная собственность. И потом, в результате длительного переходного периода, который, скажем, в России занял 18 лет в Советском Союзе, вы получили такое общество, в котором стало общественное. Это коренное изменение, действительно. Коренное или радикальное. То есть стало общественное, собственно. И это прошло эволюционным путем. Хотя это период, этот революционного перерастания одного в другое, эволюционный, потому что постепенным тоже. Вот политическая революция мгновенна, а социальная революция, переход от одной формации к другой. В Китае. Но они говорят, что переходный период у них займет 100 лет. Вы верите? Я верю. Может быть, даже и больше. Ну, миллиард 380 миллионов человек. Исключительность. Революция неизгладима остается в памяти людей. Это у вас противоположность в самом предложении. Если это исключительность, то вы ее исключаете. То есть вы исключаете из памяти. А вы говорите, остаются. А если остаются, как же она исключительность? Разве революция – это исключительность? Это локомотивы истории. Они не исключаются, они все время на виду. Как это они исключаются? Они никогда не исключаются. Революции всегда уходят в основание. В основании нашего нынешнего положения, нашего развития лежит революция феодальная и буржуазная. Потом контрреволюция ушла в основание, сейчас снова, может быть, и так далее. Исключительность никак сюда не подходит. Чего она исключает? Если вы сказали, что исключительность исключает предыдущий класс, да, это был бы какой-то смысл в этом, что предыдущий класс господствующего исключает из господства и утверждает новый класс. Эмоциональность. Революция вызывает подъем массовых чувств, необычные реакции и ожидания, утопический энтузиазм. То есть, что такое революция, так вы пока не дали ничего. Определения нет у вас революции. Вы не дали. Ну, кто-то что-то говорил штампка, который не знает определения революции. И чего вы его, так сказать, тут упадали? А? Ну, где определение? Определение революции акцентирует внимание на масштабах и глубине совершаемых преобразований. Определение... В науке одно определение или десять определений? А наука одна? И в ней десять определений. В физике десять определений атома. Не в жизни так, а в борьбе противоположных идеологий. Не в жизни. Люди, которые контрреволюционируются, дают такие определения, чтобы люди не делали революцию. Так. Акцентирует внимание на масштабах и глубине совершаемых преобразований. В этом революция противоставляется реформа. На элементы насилия и борьбы, а также на сочетание этих факторов. Вот примеры синтетических определений. Быстрые, фундаментальные, насильственные, внутренние изменения в доминирующих в обществах, ценностях и мифах, в его политических институтах, в социальной структуре, в лидерстве и политике правительства. А где тут революция? Тут нет вообще революции. Быстрые, насильственные, фундаментальные изменения. Вот быстро подбежал и вынул из-под вас стул насильственно. И что? Какая тут революция? О доминирующих в обществах ценностях. Вот он доминирует, чтобы на стуле надо сидеть, а не вытаскивать его из-под людей. Нет тут никакой революции. Его в политических институтах. В политических институтах не происходит никаких изменений. Убирается одно государство, приходит другое. Никакой это не политический институт, потому что другое государство противоположное. И нет никакого у вас, так сказать, другого класса. То есть какие-то изменения. То есть это мутное совершенно, пустое определение, никчемное. В социальной структуре тоже в чем? Если мы говорим о том, что происходит создание новой информации, это социальная революция, уход от одной информации в другой, это революция. Или политическая революция, что был один класс у власти, а стал другой, противоположный. А если противоположный, значит это переворот, а не просто изменения. А вы ни о каких переворотах не говорите, у вас вообще революции нет. Революция от слова револф. А револф это револьвер. Революция крутится там. А у вас нет переворота самого. У вас даже переворота нет. Тем более революция. Это вообще не определение революции. Плохое. Хантингтон. Он ничего не понимает в революции. Он какую-нибудь революцию сделал? Хантингтон. Нет? Так вы будете считаться с теми, кто делали революции, или кто никогда их не делали, только мешали? Ну что такое Хантингтон в вопросе о революции? Никто, ничто. И звать его никак. Захват насильственными методами государственной войны. Лидерами массовых движений и последующие использования для проведения крупномасштабных социальных реформ. ГИДИЦ. Ну это вот то, что сейчас на Украине произошло. Захват насильственными методами государственной власти. Знаете, что насильственно. Гоняли за президентом. С помощью иностранной порции. Благодаря американской поддержке. Так. Лидеры массовых движений. Были лидеры, да, массовых движений. И последующие использования для проведения крупномасштабных социальных реформ. Страдает весь народ. И что это тут? Какая тут революция-то? И это и не контрреволюция. Это страдания народные. Ну и что, что были массовые движения? А если массовые движения, то это вовсе не значит, что это революция. Таким образом, главные отличительные черты революции комплексность и фундаментальность происходящего преобразования. Это вообще не подпадает под определение революции. Революция это что такое? Вы лекции слушали? Ну так и где определение, которое на лекции было? Я-то буду спрашивать вас по лекции. А вы мне приносите то, за что вы получите плохую оценку. Вы сначала получите отличную оценку, а потом пишите, что хотите. Вот Ленин приехал сюда, в Санкт-Петербургский университет, который был феодальный, царский. Сдал на отлично все оценки, все предметы по юриспруденции. Получил диплом юриста экстерном. А дальше пошел заниматься революцией. А вы, я чувствую, хотите заниматься чем-то таким, воевать со мной, так вы сначала получите пятерку, а потом воюйте, когда уже получите пятерку. Я вам советую правильное поведение. А вы сейчас получите двойку, и воевать уже со мной не будете. Потому что вас не будет, как вы будете воевать. Вы же прекрасно понимаете, если вы получите двойку по философии, то дальше вы никуда не пройдете. И ни до Хатинга не пройдете, ни до Гидденса. А почитайте, кто вам мешает, а потом читайте, что хотите. Есть курс, он утверден. Есть у вас возможность слушать. Вы его слушали внимательно, здесь присутствовали. Вы можете потом выступать и получить оценку. Вот я усвоил то, что говорил профессор Попов. А потом будете говорить, а я с ним не согласен. Это нормально? Нормально. В науке разве не допускаются споры между людьми, которые имеют образование? А когда один имеет образование, а другой вообще его не имеет, философского. И эти споры довольно глупо выглядят. Глупо. Поэтому вы рано начали спорить. А против спора я сам спорщик. Все время спорю. Но надо понимать, что вы займите позицию для спора. Вот это будет хорошо. Комплексность, фундаментальность – это пустые слова. Фундамент. Фундаментальность – это фундамент. Что такое фундамент? Фундамент, что такое лучше сказать? Фундамент, основа. А чего вам слово «основа» не нравится? Что вы берете строительный термин, вместо того, чтобы взять философский термин «основа». Еще есть два термина – «основа», «основание» и «основанное». Вы знаете этих, что означает, Вячеслав? Ну, так вы их не берете. А вы берете фундаментальность. То есть берете то, что вот когда делают памятник кому-нибудь, ставят фундамент. Потом ставят фигуру. Вот у вас на этом уровне строительном. Да нет, не серьезно. Так, фундаментальность. Происходящих преобразований. Как будто все время они происходят. И все время они затрагивают что-нибудь, основу. Потому что не бывает того, что они затрагивают. Потому что все в единстве находится. Все, что мы делаем, все затрагивает. Вот то, что я вам говорю, оно не только затрагивает вашу голову. Но если ваша голова – это основа? Сомневаюсь. Как-то так не принято называть голову основой. На ней не сидят. Но во всяком случае у вас все в организме связано. Поэтому затрагивает все, вот то, что я вам говорю, затрагивает все ваши моменты. А как не затрагивает? Поэтому это пустые опять слова. Это называется «все связано», «все находится в всеобщем связи», «все находится в единстве». Поэтому такие вот пустые слова можно постоянно говорить. Никакой тут революции нет. Фундаментальность. Революция не просто фундаментальность, а переход к другому форме собственности. Или к одной и той же собственности, но другой принципиально. Ну, если, скажем, была собственность рабовладельщика, а потом стала феодальная, а потом стала собственность буржуазная. Как с вашей точки зрения? Фундаментальные затрагиваются основы? Затрагиваются. Каждый раз. Но ничего об этом не говорится. Пустые слова. Применение насилия не обязательно сопровождает революционное преобразование. Это правильно. Выделяют следующие типы социальных революций. Антиимпериалистические, национально-освободительные, антиколониальные. Это кто выделяет фамилии тех, кто выделяет? Что они сделали в науке, те, которые выделяют? Что такое антиимпериалистическая революция? Объясните мне. Революция, которая происходит в коммуниальные страны, которые были бы не держав. Ну а почему это революция? Что это революция? Был капитализм, остался капитализм. Где революция? Ну эти страны-то какие, эти колониальные? Они что, были странами буржуазными, а теперь станут коммунистическими, что ли? Нет. Почему это революция-то? Это национально-освободительное движение. Восстание бывает национально-освободительное. Почему это революция? Нет никакой тут революции. Был капитализм, остался капитализм. Вот была колониальная система, а теперь Австралия самостоятельная буржуазная страна. И Новозеландия самостоятельная страна, и Канада, и Соединённые Штаты Америки. Они были колонии Англии. Где революция-то? Никакой революции нет. Анти. Анти-это не революция. Анти-это надо взять революция, характерируется, позитивным началом. Революция-это переход к более высокому строю. А здесь что? Анти. Вот если вы против меня, это хорошо или плохо? Смотря что вы имеете в виду. Если вы против того, чтобы я глупости говорил, хорошо. А если вы против того, чтобы я что-то умное говорил, плохо. То есть анти-это пустая позиция. Это вот сейчас принято. Протесты, анти-это всё размазано, как никакая-то не революция, происходившая в колониях в зависимых странах. Направлено на достижение национальной независимости. Кто направляет на достижение национальной независимости? Кто добивался национальной независимости? Местная буржуазия. Правильно? Вот и всё. А потом, чтобы грабила не иностранная буржуазия, а и эта буржуазия, чтобы грабила, она теперь сама грабит население это местное. Вот где что-то революция? Это для правящего класса представляется, видится как некая революция. А вы с позиции какого класса рассматриваете? Правящего? А для трудящихся какая разница, кто на ней ограбит? Еще местные бывают революции пострашнее, чем зарубежные. Так. Были направлены против экономического и политического господства иностранного капитала, поддерживающего Капрадорской, Бюрократической буржуазии, феодальных кланов и так далее. И что? Это против? Против. А за что? А за то, чтобы это делала своя буржуазия. Нет никакой революции. Главной задачей буржуазных революций является ликвидация феодального строя. Золотые слова. И становление капиталистических производственных отношений. Неправильно. Не становление, а установление капиталистических производственных отношений. То есть не только становление, что только все идет и идет, становление идет и идет, и никогда и иной установления не будет. Наличные бытия хотят получить этих буржуазных отношений, а не просто установление. Свержение абсолютных монархий и господство земельной аристократии. Это правильно. Это повторение того же самого в другой форме. Утверждение частной собственности. Ну, здрасте. А разве какая была? Общественная, что ли? Вот это да. При феодализме какая собственность была? А? А что вы пишете утверждение частной собственности? Цель этих самых задачи буржуазных революций. Ну, как-то странно. Вы что себя так подаете? Некрасиво. Неправильно. Сами знаете, что это тоже? А при рабовладении не было частной собственности. Ну, так а чего тут нового-то? Политическое господство буржуазии. Это правильно. Движущие силы буржуазных революций, промышленная, финансовая, торговая буржуазия, массовая база, крестьянство, городские слои. Да, это правильно. Буржуазно-демократическая революция – разновидность буржуазной революции. Но ее ход решающий влияние оказывает активное участие в ней широких народных масс, поднявшись на борьбу за свои интересы и права. Социалистическая революция трактовалась, согласно марксистской концепции, как высший тип социальной революции, в ходе которой осуществляется переход к социализму и коммунизму. Так никогда у серьезных переход к социализму и коммунизму никак не могло трактоваться у марксистов, потому что нельзя поставить вопрос союз и между низшей фазой коммунизма и высшей фазой. Вот если было бы между низшей фазой коммунизма и высшей, тогда и можно поставить. То есть нельзя сказать социализм и коммунизм. Социализм и полный коммунизм, можно сказать. Это неграмотно. Народная революция. Ух! Кройокое массовое движение противоположность верхушечным, дворцовым. Народная революция какая у нас была? Одна в истории. Какая? Народная. Я не знал, но народная революция была революция с пятого года. А? Я бы назвал народную революцию с лицом пятого года. Пятого года можно. Она против царя была. Ну так она буржуазная. Революция пятого года. Да. Но она пятого года. Вот буржуазная революция освобождает крестьянство, то есть основную массу непосредственных производителей материальных благ от эксплуатации. Поэтому она народная. Потому что это основная масса народа. Народ это рабочие и крестьяне. Крестьяне в основном. По крайней мере тогда составляли. Сейчас вот основную часть народа составляет рабочие. А собственно крестьян у нас фактически нет. У нас есть там мелкие буржуа собственники. Так что вот можно считать, что буржуазная не буржуазная в готической революции разновались буржуазной революцией, а буржуазная революция по своему характеру, по охвату тех движущих сил народных, потому что они освобождают народ от крепостничества, поэтому народ активно в них и участвует. Народная революция-широкое массовое движение в предположении с верхушечным дворцовым, военным или политическим переворотом. Так народная революция – это не широкое массовое движение, а это переворот, а вы так движение его сводите, идут. Это демонстрации что ли? Ну так а что, как вот просто движение? То есть вот везде у вас понятие революции, как переворотов и в надстройки, и смены класса, и замены одного реакционного класса на прогрессивную, у вас так и нету, не прослеживается, вот я уже до конца дошел. Они могут иметь различное социально-экономическое и политическое содержание. Да, народная революция – различное содержание. Может быть только потому, что у нас, вот при социализации, в нашей революции, которая была в нашей стране, у нас не проделано было, так сказать, буржуазии то, что должна была она сделать. Поэтому она и народная. Потому что землю крестьянам – это не социалистическая революция. Землю крестьянам – это еще доделка буржуазной революции, задача буржуазной революции. Народная демократическая революция – антифашистская, демократическая, назвательная революция, развившаяся в большой группе стран Восточной Европы. Что значит народная демократическая революция? Это какая революция? Ну, революция – понятие классовое. Какая-то революция? Народно-демократическая. Это масло масляное. Ну, демос – это что такое? народ. А народнородная революция это что? Ну что вы тут пишете? Вы слушаете, что вам скажут. Вам еще не такого наговорят. И переписывают. Антифашистская. Ну что это за революция антифашистская? Антифашистская борьба может быть, а революции тут никакой нет. Строй какой после ликвидации фашизма устанавливать? Буржуазный был буржуазный, остался буржуазный. Какая была икона? Где переворот? Ну сменилась форма буржуазной диктатуры. Диктатура буржуазная осталась. Сущность власти диктатура класса. Диктатура класса того же самого. Поэтому никакой это не революция, развернувшаяся в большой группе стран Восточной Европы. Социальная революция. Есть качественный скачок. Это неверно. То есть это верно, но плоско. Качественный скачок. Это слишком мало. Вот вы сейчас пойдете домой, зайдите, обретесь на голову. Придете в следующий раз, все посмотрят, это будет качественный скачок. Вот я был командиром отряда на целине. Я взял и отстригся там. Все приходят, утром встают, а командир отряда он отстригся на голову. Вот это качественный скачок. А что, у меня в голове туда больше или меньше стало? Может даже меньше стало. Так хоть волосы задерживали мысли, а теперь они сразу улетают. Ну и что вы, говорили, говорили мы с вами, что качество это. Что такое качество? Знаете, что это такое? Кто поможет товарищу? Что, не любите товарища, чего никто не хочет помочь ему? Качество что такое? Гегель поможет вам. Гегель в самом начале говорит, вот качество это первая непосредственная определенность. Первая, непосредственная. Самая простая вообще, самая простая определенность из всех определенностей, которые только берутся. Вот первую определенность получили в начале наук и логики. Вот она называется. А вы с такими простыми вещами хотите такую сложную объяснить? В развитии общества. А это не само развитие общества, революция? Так у вас-то, вы-то не пишете, что это такое. У вас-то оно никогда революционным не развивается. У вас вообще, вот сколько я не читаю, нигде и революционного пути нет. У вас только скачи до изменения. Ползание, запрыгание и всё. У вас нет этого. Нету классовой борьбы у вас нет. Ни разу слово «классовое борьба» не появилось. И нету победы прогрессивного класса, но дирекционном. В чём состоит революция? Это могут быть разные классы. Допустим, феодалы победили рабовладельцев. Но победили же они их. А где у вас это? Нет у вас ничего. Нет у вас никакой революции вообще. О, есть. Которая сопряжается переходом государственной власти в руки революционного класса. Но это вы... Раз вы неправильно понимаете революцию, то и революционный класс непонятно, что у вас такое. А также глубокими изменениями во всех сферах социальной жизни. Знаете, что такое глубокое изменение? Сейчас вам скажу. Надо землеройную технику притащить, всё в Ленинграде собрать и прорыть канал через весь город. И вот все будут возмущаться, будет глубокое изменение в нашей городской жизни. Ну что? Глубокое изменение – это пустота. Пустота. Вот глубокое изменение в вашей голове. Это что такое? Это вот если топором у вас по голове дать, это будет глубокое изменение. А так, ну какое оно глубокое? Ну извилины у вас будут более извилистые. Это разве глубокое изменение? Не надо. Да это как? Есть такая шутка. Аркадий, не говори красиво. Это вроде кажется, что красиво. Но ничего такого тут нет. И всё вы как-то крутитесь вокруг революции. Смотрите, по Марксу социальная революция является выражением сущности и естественного исторического процесса развития общества. Докладываю вам, что любое явление является выражением сущности. Ничем тут исключением революции не является. Вот ваше, вот вы на меня сейчас смотрите, это явление. Я вижу, как вы на меня смотрите, это явление. Но оно является выражением вашей сущности. И вас это беспокоит? Это обычное дело. Вот на меня смотрит соседка ваша тоже. Это уже выражение её сущности. И выражением вашей сущности является то же, то, что вы как смотрите. Это пустота. Это если вы знаете, как соотносится явление и сущность, то явление является выражением сущности, а сущность является, а явление существенно. То есть видно, это вы демонстрируете, что вы науку и логику не читали. Если читали, то не поняли. Они имеют всеобщий закономерный характер. Как закономерный? То есть что значит всеобщий закономерный характер? В каком смысле закономерный? Ну и написали бы, что приход совершение соответствующей революции всегда неизбежно. Неизвестно, когда она придет, но оно неизбежно. Просто закономерный характер. Что есть законы революции? Да. В чем всеобщий? У каждой революции свой закон. Буржатная революция начинается, между прочим, с того, что в рамках феодального строя создается экономический базис новой формации. А социалистическая революция начинается с того, что устанавливается новая власть, а экономика старая. Поэтому они как раз не похожи. Поэтому ничего всеобщего тут нет. У каждой революции свои законы. Потому что революция есть явление, есть законы буржатной революции. Вот все болтают о народном государстве, о свободе, о частной собственности, об искании счастья. А если это революция пролетарская, то она уже говорит, а чем это обеспечивается? А не проглашение только каких-то вещей и звон такой вот буржуазно-демократический. А чем это обеспечивается на самом деле? Так. И представляет свои важнейшие принципиальные изменения. А принципы знаете, что такое? Принцип что такое? Основы существовали. Основы существовали. Основы? Ну принцип, что такое слово «принцип» вы знаете, нет? Вот я, когда вам говорю лекции, читаю, я знаю, что я вам говорю. Это плохо или хорошо, я не знаю. Наверное, хорошо, что я хоть рассказываю. Вам может не понравиться, но я знаю, что это такое. Вы говорите, не отвечаете, вы не знаете, что такое принцип. Написали принципиальные изменения. Может, это беспринципность называется, принципиальные. Кто-нибудь скажет, что такое принцип? Вот вы принципиальный человек? Нет. Это чтобы я ее не спросил дальше. Она раз, это молодец, так раз и отбила. А вы тоже не принципиальные? И вы не принципиальные. А что, беспринципные? А вы? Я принципиальные. Принципиальные. А принципиальные что такое? Основное положение теории и учения. Учитесь. И далеко не надо ходить, прямо рядом с вами, истина рядом вот лежит. Это основные положения какой-нибудь деятельности, основные положения. Ну, совершенно правильно вы ответили. Ну, как это так, не знать, что такое? Ну, если вы не знаете, зачем вы употребляете? Чтобы я прицепился? Вы же понимаете, что я прицеплюсь. А если вы начнете писать то, что вы знаете из-за твердых определений, у вас ничего не получится, потому что вы не подготовились. Вы взяли, посписывали всякие слова разных книжек без продумывания. Это не годится. Открытый марксизмом закон социальной революции указывает на объективную необходимость в смене одной общественной экономической формации в другой. Это есть закон смены формации, а в общем не закон социальной революции. Нет никакого закона социальной революции, потому что революции все разные. И закон у каждой революции свой. Закон буржуазной революции, что придет буржуазия. А закон пролетарской революции, что придет рабочий класс, как придет, каким образом и так далее. Это закон смены формации. Ну так надо называть по-русски. Да конечно надо переформулировать, в том-то и дело. Понятие социальной революции и ее типов имеет в современной литературе неоднозначное толкование. Оно не только в современной, она в любой литературе имеет толкование неоднозначное. Поэтому отличают научную литературу глубокую и неглубокую. И основателей какой-нибудь науки, фундаментальных гениев и, так сказать, людей никчемных, пустяшных, которые ничем в науке не создали. Ну вот Маркс это великий, так сказать, человек, который признает все человечество. Независимо от того, согласны они с Маром не согласны. Ну а вы собрали эту всю публику, которая ничем особенного в науке не выделила? Ничем. Ничем глубоким. Так. Термин революции вошел в общественное знание менее трех веков назад, а в его современном значении употребляется сравнительно недавно. В целом, как известно, термин социальной революции употребляется, во-первых, для обозначения перехода от одной общественно-экономической информации к другой. О, это, считай, начало вашего ответа. Хороший, это все. Чехов, знаете, как говорил, вы написали рассказ. Вы бросите начало, конец, и можете публиковать. Вот это вы мне не показали, а показали мне вот это вот, так что сейчас мы сказали, молодец. Хорошо. Мы же к экзамену готовимся, тренируемся. Это он фон такой негативный. Заста потом он на этом темном фоне будет яркими, светлыми буквами писать свой ответ. Правильно, тактически правильно вы действуете. Есть стратегии вот некоторые, а есть вот тактики. Она тоже первый ответ меня, помните, подсунула, неизвестно что. А потом говорит, да это я так пошутила, и потом я переписала. То есть социальная революция понимается как эпоха перехода от одного типа производства к другому. Правильно, в течение длительного периода времени. Это эпоха с логической необходимостью. А если слово логической выбросить, не хуже будет. Просто с необходимостью завершает процесс разрешения, возникающего на определенном этапе развития противоречия между производительными силами и производственными отношениями. А конфликт между последними обостряет, конфликт не бывает. Чем вам не понравилось слово противоречия? Конфликт это между людьми бывает. Запомните, между людьми. Стол со стулом никогда не конфликтуют. И общественные отношения не конфликтуют с производительными силами. Они не люди, не субъекты. Но можно их представить. Если у вас будет какая-нибудь сценка, и у вас будет какой-нибудь драм-театр, что вот один нарядится в производственные отношения, другой в производительные силы, и будут конфликтовать. Все равно люди будут конфликтовать. Но это не конфликт. Вы сказали уже, противоречие более высокое понятие. Не всякое противоречие – конфликт. Не всякое. Это особый конфликт с вами рассматривали и говорили, что это такое. Так. Конфликт между последними обостряет. Еще между последними все общественные противоречия. Эта камера приводит к классовую борьбу. Да она не приводит к классовую борьбу, она все время идет. Пока есть классы, все время идет к классовую борьбу. Но как приводит к классовую борьбу какой-то конфликт? Что вы сказали? Мы живем в обществе, в котором классы. Когда появились классы? С появлением рабовладения. Когда они уйдут? Когда наступит высшая фаза коммунизма? Возможно, мы с вами не доживем. А возможно, вы доживете, я не доживу. Ну и что же вы на такой перспективе такие вещи пищите? Класс выбор. Класс выбор идет непрерывно, даже если вы не объявляете о ней. Потому почему? Классы не могут не бороться за то, что им выгодно. В которую гнетенный класс должен решить эксплуатацию. Да ничего он никому не должен. Борется он за решение, но надо сказать, что он должен. Так, вы придете. Так, товарищи рабочие, вы должны вот этих свернуть. А я должен посмотреть. Потом, когда свернете, скажите мне, я буду лучше жить. Во-вторых, для обеспечения аналогичного перехода в рамках отдельного социального организма. Но может наоборот, сначала, во-первых, в отдельных странах революция, а потом в других, в третьих, в четвертых. Так, Ленин понимал социальную революцию. У вас прямо противоположно тому, что написано в работе Ленина о лозунге Соединенных Штатов Европы. Это целая эпоха революции и контрреволюции. Где-то революции, где-то контрреволюции. А в целом, вот эта эпоха идет. Накопление революции все больше и больше стран перешли к новой формации. Это называется мировая революция. А у вас наоборот. Первое. Приводит к классовой борьбе. Ничего себе. Во-вторых, для обеспечения, так, для обеспечения относительно скоротечного политического корота. Что для обеспечения? Не понял уже. Кто обеспечивает относительно скоротечной политики? Это же люди должны. Те, которые готовят. Те, которые ведут классовую борьбу. А классовая борьба сама ничего не обеспечивает. Ничем она не обеспечивает. Классовую борьбу просто, скажем, уничтожит, расстреляет, повесит людей, треволюционеров и все. Или наоборот. Возьмут и отрежут голову контрреволюционерам. Как? При чем это? То есть это одна из форм классовой борьбы, а не классовая борьба сама по себе. Четвертое. Для обозначения переворота в социальной сфере общественной жизни. Ничего себе. Для обозначения. Просто знак поставить. Давай я вас обозначу через букву Х. Ну что ли такое? У вас фамилия, если я имею в виду, ваша фамилия Федловский. А я, наверное, обозначу вас с буквой Х. Это нехорошо сказать. А что вы над студентами издеваетесь? А вы что над революцией издеваетесь? На обозначение просто. Так. Пятых. Опять для обозначения метода исторического действия предложено другому методу реформистскому. Почему для обозначения? Вот вы видите разницу? То, что надо... Вы же конфликтологи. Вы должны разрешать произвести. Вы должны звук слов понимать, что означает. Обозначить – это не значит выразить. Вы выразить должны нужным понятием. А вы только обозначили. Обозначить – можете меня горшком назвать, только не кладите в печь. Это будет обозначение. В рамках совершения социальной революции можно увидеть три основных структурных элемента. Оной политической революции, коренные преобразования экономической системы, то есть экономическая революция, преобразование культурно-идеологической формации. А что такое культурно-идеологическая формация? Это еще что-то новое уже вы изобрели. Преобразование культурно-идеологической формации. Где взяли? У кого украли? Сами придумали это открытие. А? Да. Ну, сказали бы в культурной логической сфере. Это нормально. Хотя там сферы нет, конечно, шара там нет, но уж формации точно это нельзя говорить. Маркс говорит о двойственной природе любой революции. Обозначает то, что революцию нельзя разделить на сугубо политическую и сугубо социальную политику. Такого Маркс не мог говорить, потому что Маркс прекрасно понимает, что политическое входит в социальное. Социальное это общественное. Революции делаются в обществе. Поэтому не просто нельзя разделить, а просто революция это понятие из области общественной, социальной. Вот иногда говорят, у нас сейчас пишут, что экономические и социальные процессы. А как правильно сказать? Можно так, а можно сказать экономические и другие социальные процессы. Вот можно сказать яблоки и фрукты. А как сказать? Яблоки и другие фрукты. И всё, и всё будет хорошо. Нет же пишут, у нас экономические и социальные отношения. Ну вот это здорово. А экономические это не социальные что ли отношения? Так это основные социальные отношения. И основные социальные отношения выкидываются. И это причём широкачайшим образом, если бы я только на вас нападал. И тогда бы вы были виноваты. А на самом деле я нападаю это на вас, а виноваты это не вы. То есть это вот такое употребление, нестрогое понятие, очень распространено. И оно, тем более, есть средства массовой информации, которые обеспечивают так. Вот представляете, как у нас бутылок там, под тысячей квадратных километров, бутылок, так сказать, острова в Мировом океане. Вот точно так же у нас искапливаются неверные всякие понятия. Они, куда вы не зайдёте, там, в интернете, в газете, по телевидению, по радио. И везде одна и та же науке, это мало баланда, потому что до науки надо дорасти. Надо дойти, найти, взять фундаментальные, действительно основные произведения. Каждая революция разрушает старое общество, и поскольку она социальна, и постольку она социальна. Каждая революция не разрушает старую общество, и постольку она имеет политический характер. Это тут ничего, это не вы, это в кавычках. Да, так же описываются основные закономерности социальной революции. Необходимо наличие причин для начала, для начала. Ну это, ну вы и с русским языком собираетесь воевать, но это уже через край. Это печатка. Очепятка. То есть расширение, обострение, определение между классами. Зрелость авиативного условия и субъективного фактора. Зрелость, спелость, что это такое? Это вот такое пустое, зрелость. Ну что это так? Это ни о чем не говорит. Это невразумительная такая зрелость. Ну что это? Это вам, это не яблоки. Что такое зрелость? Объективных условий и субъективного фактора. Объективные условия, что бывают незрелые. Они какие есть? Они объективные. Объективные. Как вы можете говорить про них, что они незрелые? Бывают недостаточные. Ну так они бывают неразвитые. Есть для этого понятия соответствующие. Есть неразвитые. Недостаточно развитые. Есть зрелость. Зрелость это вот хлеба созрели, нет? Созрели? Сейчас уже хлеба созрели, нет? Пока нет. Неозимые. Так. Социальная революция является прогрессом общества. То есть сочетаются эволюционные и скачкообразные изменения. Скачкообразные изменения входят, не сочетают, а входят в эволюционные. Вот если вы прыгнете, то вы думаете, что вы революцию совершили? Поэтому это будет ваше эволюционное изменение. В чем эволюционные изменения? Будете больше прыгать, у вас укрепятся мышцы ног. На руках, если будете ходить. Хоть это и будет переворот, конечно. Но это не революция. Это тоже укрепит ножи мышцы рук. И ваш, так сказать, соответствующий аппарат вестибулярный. И вы будете, так сказать, ориентироваться выше и так далее. Ну, это сочетает. Все сочетает. Разве это вместо единства неразрывного, единства борющихся, противоположныхся, она сочетает? Разве это похоже на диалектическое изложение? Нет. Противоречие. Чем вам слово противоречие не нравится? Там есть борьба, единство, противоположность. И все есть. Нет. Только сочетание. Социальная революция решает коренной вопрос. Вопрос власти, вопрос господства и подчинения. Неправильно. Социальная революция. Это та, которая состоит, не политическая, которая решает только часть социальных вопросов. Только вопрос о власти. А социальная революция, она как раз решает вопрос перехода. От одной формации к другой. А в чем вы раньше писали, но тут же и забыли. И спорите сами с собой. А человек должен быть последовательным. Вот там, где вы говорили, правильно. Переход от одной общественно-экономической формации к другой. То есть социальная революция у вас написано, понимается, как эпоха перехода от одного типа производства к другому в течение длительного времени. А вы пишете вопрос о власти, вопрос господства и подчинения. И свели всю социальную революцию в противоположность тому. Спрашивают, где вы писали, а где ваш антипод писал. Или у вас антипод прямо у вас сидит в голове? Кто победил? Вы или антипод? Пока еще антипод. Но есть целый кусок совершенно правильный. Так, это кто у нас? Ацетская. А это что? А это другое. А, Лавкина, Дарья Игоревна. Так, а это кто? Так, это похоже пока на наимку. Нелешев Николаев, Никита Григорьевич. Так, ну хорошо. Они не явились? Или явились? Посмотрим. Так, социальный прогресс и социальный регресс. Реакция как моменты общественного развития. Так, развитие. Предполагает наличие двух тенденций. Тенденции прогресса и регресс. Развитие невозможно без борьбы этих двух начал. Борьбы старого и нового. Старого и нового. Это очень хорошо. Хорошо. Это концепции, применимые для общества. Почему это концепция? Это концепция или это истина? Вы же сразу и раз и в концепции. Нет, это истина. Научное достижение, и наука уже это показала. Наука о развитии. А вы раз и раз и в концепции. Это концепция. Ваша концепция имеет место быть. Концепция. Так, мы будем просто достать эту вашу бумажку, а то она слишком чистая. Так, концепция. Так, концепция сомнительна. Социальное развитие включает в себя социальный прогресс, социальный регресс. Да. Ну, нас осуществляется через борьбу общественных сил и противоречивых действий членов общества. Так, французские деятели XIX века. Деятели или историки? Какие-то французские деятели. Деятели, вы их сразу вывели, они историки. А почему они деятели? А в чем их деятельность состояла? Они историо-революционеры? Нет. Франсуа Гезой и Франсуа Менье. Предложили теорию классовой борьбы. Вопреки всеобщему мнению, ее создателем не был Карл Марса, хотя она была положена в основу его философии. В основу философии? Ну, непонятно, в основу философии была положена диалектика, а не классовая борьба. Все равно вы протянули это. А что тогда про классовую борьбу сказать? Классовую борьбу в основу исследования общества была положена. Теория классовой борьбы была положена в основу исследования. Это научная. А представьте себе, это непонятно. Миллиарды людей действуют, невозможно. Без классовую борьбу расклассифицировать, невозможно изучать. Согласно этой теории, критерием для классификации служит экономическое положение людей в обществе. Неправильно. Не экономическое положение людей в обществе, а положение людей в экономике. Видите разницу? В производстве. А экономическое положение в обществе такое, у кого больше денег, у того выше положение. Это совсем другая мысль. Положение людей в производстве, в экономике, да? Или в производстве. Общество делится на классы, большие социальные группы, со встречкой в пленном положении в системе общественного производства. Тут правильно. Согласно Маркса, в обществе существует два класса с предположенными интересами. Господь священник, чтобы любовь, что ли, в обществе? В Марксуа никогда не говорил о коммунизме. Ну вот и получается, что как-то у вас это... А так у вас сказано, как всеобщее положение. Рассматривать социальное развитие, необходимо иметь в виду теорию борьбы классов. Просто иметь в виду. Вот я когда лекции читаю, я имею в виду, что вы все время там что-то набираете на своем телефоне. Да нет, я не против. Я просто имею это в виду. Но я не могу это не видеть, понимаешь? Потому что я вот если на вас смотрю, я вижу, что я еще имею в виду, не только вот с вами разговариваю, что вы там что-то набираете. То есть это не тот язык. Ну что такое иметь в виду? Я еще имею в виду, здесь вот розетка. Я имею в виду, что мы находимся в прямоугольной аудитории. Я имею в виду, что потолок достаточно высокий, что пол у нас деревянный. Причем паркет разноцветный. С остатками, так сказать, красного цвета. Когда пришли люди белые, они, значит, красные стали убирать, и немножко красного осталось, основное стало белые. Так, что ли, надо понимать? То есть мало ли чего я еще имею в виду. Я еще имею в виду, что у нас через 30 минут закончилась лекция. То есть это все постороннее. А вы берете свою линию, закладываете то, что является посторонним. Так как именно классы своими действиями являют собой социальный прогресс. Неправильно. Один класс. А, угнетенный класс. Ну, доктор, они классы, что же тогда вы говорите, классы прогресса. Угнетенный – да, а реакционный – нет. А вы классы, своими действиями являют собой социальный прогресс. И социальный регресс, господствующий класс. Ну, прямо вот это выкинуть сразу, вот единое, являет собой либо прогресс, угнетенный класс, либо, а вы вместо либо-либо написали и то, и другое. Как будто они неудачно, это высказывание. Видно, вы другое хотели сказать, но не получилось. Развитие из продуктов действий, осуществляемых классами в целях своей выгоды. Основная цель класса – прогрессивное свержение старого порядка. Неправильно. Основная цель класса – прогрессивное. Не свержение класса, это совершенно свержение, это чисто отрицательное действие. Вы представляете прогрессивный класс не созидателем, а разрушителем. Весь мир насилием и разрушим до основания. Так некоторые поют интернационал. Неправильно поют, неправильный перевод. Весь мир насилием и разроем до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. И главное – новый мир построить. Поэтому, а просто вот свергнуть, вам интересно свергнуть этот класс, пусть он и сидит в себе. Если у вас нечего сказать, кроме того, чтобы свергнуть этот класс. Вот сейчас, сплошь так называемые левые псевдокоммунистические движения, что включает, допустим, РКРП и Ротфронт, им главное – свергнуть эту власть. Ну, свергнуть эту власть. Будет другая власть. Какая? Буржуазная и будет. Ну, какая может быть? То есть у вас никакой идеи нету. Какая может быть? И нету не класс, который борется за свои интересы, а просто вот свергатели. Свергателей очень много. И это просто будет череда переворотов. И больше ничего. Вам нужен переворот, как таковой. Это не задача. Это неправильно. А класс реакционного – сохранение. Ну, класс реакционного, конечно, сохранение. А уж прореволюционный. Все, только вот ему свергнуть этот вот класс, и все. Вот нет, самое главное – ему свергнуть. Им не нравится, кто там сидит. Ну, пусть они сидят. Если вы не можете лучше сделать, пусть они сидят. А вот если вы можете лучше сделать, тогда у вас цель должна быть сделать лучше. Вот если сделать лучше, вы какое-то историческое право получаете на этот конфликт. Это же конфликт, революция. Ну, как, если люди не имеют никаких понятий о том, что они собираются установить, они собираются свергать какой-то класс. Это люди, которые пустые. И они вовсе не революционеры. Но представляете себе, вот как раз такие всего, больше всего сейчас на виду. В интернете, на разных ресурсах. Марксистские кружки есть такие. Там, давайте Шернин. Ну, вот марксистские. После Маркса был Ленин, который показал, как надо делать революцию. Ленинских кружков мало, а марксистских много. О чем он это говорит? Что не дошли еще. Люди находятся в 19 веке. Это нынешние, так сказать, революционеры. Или строящиеся из себя революционеров. Мир не делим на черные и белые. Не делим мы написали отдельно. Это революция? Новая, что ли? Нет. Тут, наверное, правильно вы написали. А что? Правильно. Беру свои слова назад. Не делим на черные и белые. Потому отдельно взятые люди могут осуществлять как действия прогрессивные, так и агрессивные. Это неправильно. Мир делим на черные и белые. У вас есть угнетенный класс со своими недостатками. Вместе со своим черным и белым. И реакционный класс. А что у него нету? Положительного ничего. Ну, кто сейчас буржуазный строй? Кто сейчас организовывает производство? Рабочие? Ну, буржуазия. Ну, так как вы взяли и ее как раз черной краской тогда? Как это мир не делим? Мир делим. Только что мы доказывали, вы доказывали, что есть прогрессивные классы, есть реакционные. Ну, и прогрессивные, когда белые, если вашу термологию брать, а реакционные черные. Почему не делим? А вот самое белое тоже имеет в себе черные. Поэтому чисто белого не бывает. А черное подсвечено чем-то светлым. Поэтому чисто черным тоже не бывает. Вот так. А у вас, получается, стороны противоположные. 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 Не в единстве. Если мы с вами в единстве, значит, во мне есть вы. В нашем. Мы участвуем в разговоре с вами. А если вы со мной разговариваете сейчас, значит, я есть у вас. Вот сейчас в голове, и вы на меня смотрите, и так далее. Я у вас на сетчатке сейчас нахожусь. Тем более это все записывается. Это неправильно. Поэтому отдельные взятия люди могут осуществлять, как есть. Это вот правильно. Но они осуществляли и такие, и такие. Надо брать противоречие. Оно имеет такой вид. Сторона противоречия. Целый и свой момент. Один в целом реакционный, но у нее есть прогрессивный момент. А другой есть прогрессивный, но у нее есть реакционный момент. Ну, раз они в единстве, значит, раз мы с вами в единстве, значит, что-то есть у вас от меня, а у меня от вас. Иначе не может быть. Бытие человека не определяет его сознание. Я бы сказал бытие отдельного человека. Почему? Потому что когда человеку говорят, вы тут не сказали, что это единица. Когда говорят человека, то как человечество. А здесь вещь идет, она в индивидууме. Индивидууме. Есть такое понятие индивидуум. А если вы возьмете вместо индивидуума индивид, это уже человек в обществе. А индивидуум – это человек, только изолированный от общества. Мы его берем изолированно. Вы индивид или индивидуум? Отвечайте. А? Индивидуум? То есть вы от общества. Отшельник, что ли? Пустырник? Пустынник? Индивид. Мы индивиды, производящие в обществе, пишет Маркс. Вот исходный пункт. Индивиды. А слово индивидуум, когда я беру что-то совершенно изолированное. Вы не студентка университета, и вообще я с ними разговаривать не хочу, вот вы только одна индивидуум. А вы нет. Нет, могу и вас выделить. Тогда вы будете индивидуум. То есть это как бы искусственное ограничение человека, хотя он на самом деле, сущность человека какая? Общественная. То есть он, если вы берете человека как общественного человека и берете его как индивидуума, это только на время можно взять. Я должен посмотреть, какая у него прическа. Что он сейчас сказал. Ну мало ли, что вы что-то не то сказали. В чем состоит деятельность студента? Это переходить от ошибочной позиции к неошибочной, от недостатков к успехам и так далее. Вот если я буду делать сейчас ошибки на лекции, сказать, ничего себе, это называется профессор, доктор наук, и такую чепуху мелет. Это я вот понимаю, это постыдно. А если студент делает ошибки, ну а как вы еще? Как вы себе представляете обучение? А зачем вообще весь студенческий процесс? Вы же в становлении находитесь. В становлении. Раз в становлении, значит, наряду с правильным, есть и неправильным. И мы вместе сообщат от этого, так сказать, уходим от неправильного, ближаемся к правильному, истинному. Босящий для человека не определяет его сознание, однако социальное сознание определяется бы сием. А потому класс может быть определен как прогрессивный или реакционный. Значит, может быть. О, какое интересное. Может быть определенный, а может быть не определенный. Но он или есть, или нет. А при чем тут субъективизм это? Вы его определили как реакционный. Вам не нравится мой класс. А мне нравится мой класс. Что это вы его взяли и, так сказать, вот так. Определяемая, также преобладающая в общей тенденции. Еще бы не хватало, что она определяет. Вы ее определять будете, или она познается? Ну, можете познать ее. Почему определяемая она? И тенденции, и та, и другая познаются. И одна, и вторая. Она не определяется, как будто вы априори ее определяете. А вы, не вы ее определяете, а вы ее выявляете. Вы ее выявили, эту тенденцию. Она выявляема, да. Но это вы вопросы, так сказать, познания начинаете рассматривать, а просто обытие. Просто есть в обществе прогрессивная, а есть реакционная тенденция. Так. Примером наличия тенденции регресса в социальном развитии может служить Грандовская война в России. Примером наличия тенденции регресса в социальном развитии может служить все. Не бывает такого развития, где бы не было бы противоположной тенденции. Ну, как бы вы так вот взяли примером наличия тенденции. Все, пример, все. Вы пример, я пример, он пример, университет пример, что не знаете в нашем развитии университета, есть позитивный, есть негативный. Нету такого. Нет примера, чтобы не было вот это надо осознать, всеобщность борьбы противоположных тенденций. А вы на отдельных примерах покажете, вот пример. Да нет такого примера, чтобы не было вот этого. Это потому что всеобщее положение. Неправильно сформулировано. Наоборот надо. Фрикционные силы белого движения были подавлены прогрессивными силами красного. А прогрессивные силы белого движения не были подавлены. Как-то не белое движение, которое было реакционно, было подавлено, а реакционные силы белого движения были подавлены. А прогрессивные силы белого движения не были подавлены. Так. Были подавлены прогрессивными силами красного, а реакционные силы красного не были. То есть как-то не так построена фраза. что красное движение как прогрессивное подавило белое как рекционное. Это вовсе не значит, что в белом движении не было ничего такого, что представляет собой что-то прогрессивное. И не значит, что в красном все было прогрессивное. Да такого не может быть. Да вообще не может быть такое, чтобы была одна сторона противоречия, а не было другой. Люди говорят, вот это безобразие, было в обществе такое, а у нас эти безобразия бесконечно будут. А что, при коммунизме будет все прогрессивное? А глупости не будет? Ну если сейчас есть, почему не будет при коммунизме? Все мешает ему существовать. Последние оказались преобладающими, и это привело в ход развития общества. Однако общество не обязательно преобладает в направлении прогресса. В последние 3-е 20-го века в СССР превалировала деструктивная тенденция. Так, деструктивная – это разрушительная, а вы ее не реакционной берете, а просто деструктивной. Она просто разрушила. Если она не разрушала бы, и хорошо. Как-то однобоко. Деструкция – это просто разрушение, а не движение вспять. Она не сразу разрушала. Сначала она стала реакционной, а потом стала все разрушать. Деструктивность не сразу проявилась. Сначала проявилась реакционная тенденция в том, что стали называть социализм развитым, например. Еще ничего не разрушалось. Это привело к переходу от высшей общественной экономической формации коммунизма, а точнее, во-первых, фазы социализма, к низшей капитализме. Сейчас мы досмотрим. Взгляд на общество с позиции исторического материализма объясняет множество социальных явлений. Множество социальных явлений. То есть, малое множество, большое множество. Да, как-то так. Часто оппозиция поддерживается интересу государственного класса. Так, восстание Ульяна Пугачева было направлено лишь на смену правителя, а не строя. На выборах учительное собрание больших заняли второе место, потому что общественное сценарие все еще было буржуазным. Вообще, выборы в политическом обществе были созданы инструментами для сохранения устроения, создавая иллюзия легитимности. При этом невозможен никакой другой, а почему иллюзию? Почему это иллюзия? Они нелегитимны. Выборы в буржуазном струе легитимны, то есть законны. Кто законно устанавливает? Буржуазия. Она же и диктатура у нее о буржуазии, поэтому она, она. Я так сказать, выборы у нее вполне легитимны. Не иллюзия нелегитимны, а нелегитимны. Это какая-то вот со словом легитимность, это такая возня. Вот если вот сейчас вы куда-то не туда пойдете и получите по голове дубинку, это легитимно? Почему нет? Это вам не понравится, мне не понравится. Но если вы куда-то не туда пошли и вам дали по голове, так у них есть закон, что они вот могут ударить человека. Могут ударить дубинкой при буржуазном строе, это нормально. Бить в соответствии с законом только. Скажут, вы не то делали, чего-то нарушили. Вы же не знаете, что вы нарушили, они знают, что вы нарушили. Потом вам покажут, посидите, мы в этом обезьяннике, потом поступают это и объясняют. Будет суд короткий, и с вас дадут еще штраф. Дали по голове еще штраф выпишут. И все это будет по закону, легитимно. Нет, бывает и нелегитимно, то есть когда они просто взяли и стукнули вас по голове беззаконно. Это не легитимно. То есть легитимно это закон. Надо различать нарушение законов и законы. По закону можно бить людей сейчас в России? Ну как нет? Ну что вы говорите? Ну дубинки зачем выдают? Вы что, дубинки для красоты что ли выдают? Ну вот даете вы. Я сколько раз наблюдал, вот я выезжал из Москвы поздно. Выезжаю, сидят, значит, там бедные эти бомжи, которые были, может, инженерами, хорошими специалистами. А потом уже получилось, началось новое время, у них силы воли не хватило удержаться, они хотели там дочке купить квартиру. А пока они эти деньги собирали, цены подскочили, уже квартиру не могут купить. А тут продали. А тут, значит, они стали это, с горя запили. А тут им помогли истратить это все, остальное у них украли. Вот они сидят, где бедные несчастные, подходят. Вот такое я не видел в Ленинграде ни разу. Подходят, раз по спине, раз коржового, раз третьего. Многократно я это видел. Потому что они бомжи, их выгнали оттуда с вокзала. Дескать, вам тут не место тут рассиживать. От вас плохо пахнет. И все. Так что это все законно. Законно применение огнестрельного оружия, если сотрудник правоохранительных органов подразумевает, то есть сейчас будет совершен теракт. Ну вот у нас объявляется контртеррористическая операция. Вы знаете, что у нас смертная казнь запрещена, да? Контртеррористическая операция. Значит, либо вы первые выстрелили, либо вас первые выстрелили. И вот люди, которые рискуют собой, борются с террористами, что делают? Подозреваемые в терроризме были уничтожены. А если это пустить по всей дороге юридической, значит, подозреваемые, обвиняемые, потом подсудимые, только потом осужденные. То есть выходит, у нас досудебные расстрелы есть. Почему? А потому что от смертной казни нету. Поэтому террористы знают, что они вас убьют. А вы знаете, что если вы сейчас его не убьете, потом он будет пожизненно, так сказать, его будут содержать ваши родители. Вот в чём разница. Так что слово легитимное, это такое обманное слово. При этом невозможно никакой другой выход, кроме того, в котором побеждает господствующий класс буржуазии. Ведь общественное сознание определяется бытием. Где это невозможно? Где при выборах? А как-то никакой, невозможно никакой другой исход. Исход чего? Исход выборов, да? Выборов. А у вас исход как бы вообще уже. Диалектика исторического материализма говорит о том, что всё идёт через боевую прогресс и регресс. Исначально старое побеждает, но затем новое приобретает опыт, и старое оказывается побершенным. Возникает следующее новое, относительно второго, предыдущее становится старым. В этом неискачаемом процессе заключается требование развития. Чтобы оттолкнуть, необходимо прикоснуться. Так происходит политик, искусство, культуре, науке, и всякое развитие единственных моментов прогресса и регресса. Всякое развитие не в том, что это кончили вы плохо. Всякое развитие из движения низшего к высшему, простого к сложному, через единство двух моментов прогресса и регресса. А вы до того рассматривались, что это борьба прогресса и регресса, что вы выкинули само определение развития. Всё-таки суть развития всё равно не в борьбе прогресса и регресса, а в развитии, а в движении низшего к высшему, простого к сложному. так что это вот неверно так но это мы закончим эти товарищи будут мною рассмотрены и в следующий раз с этого начнем а следующий раз у нас будет 8 нет 15 какой 13 13 ну вот эти товарищи попали на несчастливый день мы конечно в суеверии не верим но лекцию тяжело мне будет проводить 13 числа так а это я значит изучение спасибо за внимание всего самого хорошего это вы выбираете а это чё а это ваших кадров до свидания